Байкерский клуб самоназванный братья во главе с президентом клуба Беркута. Стала уже традиция открывать мотобольные матчи команды Металлург байкерскими шоу. Старт нового сезона не стал исключением. Хоть Металлург в этом спортивном году провел уже немало игр, но на домашнем стадионе это была первая встреча. Перед началом матча состоялась церемония награждения наших мотоболистов. Глава Ленинского района Олег Хромов вручил винновским спортсменам медали золотого достоинства за выигрыш на чемпионате России прошлого сезона. Он также отметил их блестящее выступление на чемпионате Европы и пожелал дальнейших побед. Наша команда находится в самой превосходной форме. Это и показал, в принципе, чемпионат Европы по мотоболу. Ведь костяк команды сборной России по мотоболу – это наши видновчане. Я хотел бы пожелать им победы, это безусловно, пройти весь чемпионат России без единого проигрыша. У них для этого есть все возможности и все шансы. В этом году в российском турнире принимают участие 8 команд. 4 из Краснодарского края, 2 из Ставропольского. Владимирскую область представляет Ковровец, а московскую – Металлург. Сегодняшним соперником стала команда «Комета» из станицы Кущевская. Мы с ними давно играем, хотя это ребята все молодые, все основные ушли в Ипатово играть. Сейчас вот молодые ребята играют, ну достаточно серьезные. Они вот без Максима Добни и вратаря Паши, они, получается, основной состав Кущевской «Кометы», когда играют на юниорах без одного игрока. Считай, это, грубо говоря, юниорский состав. Весь полностью там. Команда «Металлург» тоже решила обкатать в этой встрече свою молодежь. Дело в том, что скоро им предстоит выехать на турнир среди юниоров. Поэтому им просто необходима практика настоящих игр. Двое молодых сейчас выехали вообще. Как бы они еще пока не понимают, как бы, нашей игры, той, в которой мы играем. Ну, я думаю, тренеры сейчас подскажут на перерыве. Думаю, все получится. Это только первая игра. У нас еще месяц-полтора впереди. Я думаю, получится все. Второй причиной выпуска молодежи в серьезную игру стали еще и травмы основных игроков, которые они получили на чемпионате Европы. На этом скандальном турнире сломал ногу и капитан нашей команды Владимир Сосницкий. Конечно, обидно, сколько проиграть 25 лет все-таки в команде. И вот первая такая травма, что открытие сезона на домашнем стадионе я отсутствую в этой игре. Ну, ничего страшного. Я с ребятами поддерживаю, смотрю, болею. Все у нас получается. Я думаю, что через месяц восстановлюсь и также выйду на поле с нашей командой. Ребята справились. Первая домашняя игра закончилась победным счетом 7-4. К большой радости болельщиков, которые в этот день заполнили все трибуны. Мотоболы, видно, любят. Видимо, первая игра здесь давно уже не была. Игр не играли, тем более ажиотаз после чемпионата Европы. Многие слышали. Увидеть, видимо, своих кумиров. Поэтому пришли. Спасибо. Спасибо болельщикам. Приходите. Желательно, чтобы вот так всегда были заполнены трибуны. А спортсменам просто играть интереснее и для души, и для зрителей. Следующий матч состоится 6 июня. В гостях у «Металлурга» будет команда «Кировец» из Краснодарского края. Начало игры – 18.00. Елена Бабина, Олег Федоров, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова